итак сегодня у нас работа именно такая серьезная как работать сетевиками потому что этот вопрос мучает не просто всех но и на самом деле он очень важен для многих из вас давайте будем переходить к слайдам и будем разбираться самое важное и я считаю что знаете даже если вы не знаете маркетинг планы других компаний если вы не знаете например тонкости других компаний есть правила хорошего тона они есть по отношению к любому человеку и мы с вами говорили о коммуникации и в первые уроки да я говорила и я говорил и во второй и в третий урок то есть мы постоянно повторяем вам что коммуникация должна быть именно корректно воспитана мы должны быть всегда воспитаны но по отношению к сетевикам это особый случай помните всегда когда вы общаетесь сетевиками это особенный человек он знает себе цену это стивик всегда имеет свое мнение потому что он прошел уже определенный путь маленький или большой без разницы у него уже пройден путь он уже наработал какие-то навыки и он уже привык к этому и он уже на смотрит на вас из позиции сетевика а не обывателя и вот это очень важный момент и вы должны действительно помнить об этом обязательно при общении если вы будете забывать и будете с ним общаться как с обыкновенным человеком я могу вам сказать точно что сетевик к вам не пойдет потому что сетевик он знает цену времени он знает ему некогда разглагольствовать он хочет получить четкие конкретные ответы на свои вопросы я прекрасно понимаю что многие из вас еще сами только в самом начале и поэтому сетевиками ему работать посложнее поэтому смотрите первое что я вам хотела бы сказать постарайтесь начать работать сетевиками которые еще на маленьких процентах попробуйте отработать этот навык на них потому что вам тогда будет проще переходить к более крупным лидерам потому что крупные лидеры они по-другому мыслят они по-другому смотрят и они намного больше знают если у вас появляется вашим например вам сделал запрос крупный сетевик и он действительно высокой квалификации то и вы понимаете что вы не можете его отработать добро пожалуйста к своим высшестоящим наставникам они вам всегда помогут потому что особенно директорам они точно знают как работать сетевиками и многие мне присылали в личку и говорили татьяна у меня пришел крупный сетевик не знаю что сказать и эти сетевики приходили мы с ними встречались скайпе мы общались или проговаривали например какие-то тонкости или говорили по скайпу или просто переписывались и уже оттуда происходил или произошла коммуникация или не произнести не произошла сетевик это тот кто желает больше чем другие и поэтому если вы будете рассказывать чисто о тонкостях продукта вот прям вкусненько люсички тапа тусички и все остальное то сетевик вероятнее всего пойдет искать именно лидера потому что сетевик это тот же самый бизнесмен это тот же самый предприниматель который хочет получать больше чем он получает сейчас и он всегда если все-таки рассматривает категорию другой сетевой компании вам вчера дарья на прошлом видео говорила что сетевик если не соглашается изначально но он готов именно к общению дальнейшему и готов рассмотреть какие-то дополнительные моменты перехода не все сетевики согласятся сразу вам говорю потому что многие сетевики влюблены в свою компанию они преданы ей и это нужно обязательно уважать уважать мнение другого члена вашего коллеги по цеху как мы иногда называем следующий момент который вы должны учитывать при приглашении сетевика это каждая компания имеет схожести и отличия есть компании сетевые которые очень сильно похожи в плане маркетинг плана только разные выплаты есть компании например косметические и есть очень много похоже стиль есть компания например как у нас косметика для дома точно так же вот это amway reflame это косметическая компания аван это косметическая компания но есть отличие между этими компаниями немножко дальше мы с вами поговорим какие есть отличия чтобы вам легче было ориентироваться коллеги сразу скажу а пожалуйста сегодня очень серьезная такая тема Когда я ее готовила, я понимаю, что я вам полностью все выдать не смогу, потому что это очень такой сложный продукт. Но самые основные моменты и направления, как вам ориентироваться, я дам. Впоследствии мы постараемся с Дарей эту презентацию вам выложить, чтобы вам легче было действительно ориентироваться и пробовать шаги по этим этапам. Итак, у каждой компании разные маркетинг-планы. Мы рассмотрим с вами дальше различные маркетинг-планы. У каждой компании разные принципы работы и правила. Вот это тоже очень важно учитывать. И когда вы будете общаться с сетевиком, обязательно спросите, а какие правила работы у вас? И он, может быть, не надо ничего придумывать, просто задайте этот вопрос. И человек, который пришел к вам пообщаться, он обязательно расскажет свои правила, а вы уже на основе этого, как колокольчик, помните, я видео выкладывала в общем чате, вы как колокольчик уже поймете, на что вы можете смотивировать сетевика, вы поймете, в чем у вас, например, в нашей компании преимущества, и точно так же вы поймете, например, что вы можете именно этому сетевику, этому человеку предложить. Давайте посмотрим следующий этап. Запомните, главное правило – это правило хорошего тона. Существует несколько разновидностей маркетинг-планов вообще во всем мире. Они разделены на несколько этапов. То есть есть ступенчатый или план с отделением, есть одноуровневый или линейный, его по-другому называют, есть матричный, есть бинарный и есть комбинированный. Сейчас особенно часто многие компании используют комбинированные маркетинг-планы, их еще иногда называют гибридные, и обычно они составлены из двух планов. Давайте мы теперь посмотрим про каждый маркетинг-план, чтобы вам лучше разбираться в них. Второй вопрос, который вы будете задавать сетевику, если вы не знаете, какой в этой сетевой компании маркетинг-план, задайте, какой у вас маркетинг-план. Сразу говорю один момент, секундочку, простите. Здесь есть определенная такая небольшая хитрость, на которую вы можете пойти. Когда вы задаете человеку, оппоненту своему из другой компании, какой у него маркетинг-план, то он вам обязательно ответит. Если он вам ответит, значит вы будете понимать, что это лидер перед вами, потому что лидер компании, который в определенном статусе, он разбирается, может быть он не знает тонкости маркетинг-планов, но он разбирается в этом. Он понимает это, какой у них маркетинг-план. Если человек вам не сможет ответить, вероятнее всего это или новичок, или человек, который только-только делает первые шаги. Может быть под него строят структуру, и он еще до конца не понимает вообще, что происходит с ним. Давайте рассмотрим по разновидностям. Что такое ступенчатый или с отделением? Сразу скажу, что наш маркетинг-план Фаберлик ступенчатый с отделением. Ступенчатый с отделением – это комбинация двух планов. То есть вам платят оплату, объемную скидку, или по-другому в некоторых маркетинг-планах, в других компаниях называется доход, комиссионный, именно за объем личной группы вашей. Иногда говорят отрыв, иногда говорят отделение. Это как раз и есть личная ваша группа. Что значит личная группа? Личная группа – это помимо ваших директоров. Даже если у вас в структуре есть лидеры, которые вышли на определенные проценты, то они считаются вашей личной группе. У нас аббревиатура в компании идет ОЛГ – объем личной группы. Это значит помимо директоров. Иногда я называю, каков ваш групповой объем, ну потому что у вас нет директоров, поэтому можно в принципе считать, что у вас общий групповой объем. Точно так же и в других компаниях, вот которые ступенчатые, есть объем личной группы и есть отделяющиеся группы. То есть, как сказать отделяющиеся, они никуда не уходят, они находятся у вас, они находятся в тех сетевых компаниях. Единственное, что они являются, вот мы называем директор, но не у всех есть название директор. Там могут быть разные названия. Могут быть, вот у нас директор, старший директор Рубиновый, а в других компаниях это будет совсем по-другому называться. Важно другое, что там определенная группа, которая отделилась, и за нее вы в этой компании и точно так же у нас в компании получаем мы бонусы. И вот это очень важный момент. То есть, выплата идет за личную группу, и выплата идет за директорскую группу. То есть, или за группу 23%. Какой минус в этом ступенчатом плане? Обычно в ступенчатом плане первые выплаты в сеть невысокие. То есть, до квалификации они, ну вот как, например, у нас. Руслан, вам надо перезагрузиться, наверное. Коллеги, меня хорошо слышно или нет? Коллеги, поставьте плюсик, если меня хорошо слышно, пожалуйста. Хочу увидеть. Значит, у вас получается, Руслан. Смотрите, какой минус здесь есть? И вы должны четко говорить. Вот, например, если вам скажут, ой, у вас ступенчатый, вы должны точно понимать, да, у нас есть своего рода минус. То есть, например, на 3% всего 180 рублей, то есть маленькая сумма. На 200, на 6% чуть-чуть побольше. Да, это своего рода минус. И это точно так же идет и в других сетевых компаниях. Простите, пожалуйста, коллеги. Это есть такой маленький, небольшой минус. Но есть тут и своего рода плюс по отношению к этому минусу. У каждого члена команды, который приходит в структуру, есть желание быстрее вырасти, быстрее получать высокие доходы, потому что именно начиная вот с отделившейся группы, у нас это директор, начинается более высокий доход, более такой серьезный доход. И точно так же во всех остальных компаниях. Нет, видимо, у вас что-то со связью, коллеги. Смотрите, какие есть плюсы именно в ступенчатом плане. Это саморазвивающийся бизнес с реальным пассивным доходом. То есть вы запускаете программу роста ваших директоров. Я буду называть директоров, а в другой компании это будет по-другому называться. И на самом деле обычно те, кто находятся в таких компаниях, они неохотно уходят в другую компанию. Они, в принципе, понимают, куда они идут. Они понимают, зачем они туда идут. Они понимают, что сейчас им нужно только поработать, хорошо вложить инвестиции временные, может быть, даже финансовые немножко. Но в любом случае они вкладывают свой ресурс и понимают, что в определенный момент у них будет отдача от этого. Так вот, какие ступенчатые планы в каких компаниях есть? Компания Арифлейм – это ступенчатый с отделением. Компания Амвэй – это ступенчатый с отделением. И еще несколько компаний, которые работают по такому маркетинг-плану. Здесь, если понятно, поставьте плюсики, чтобы я понимала, что вы понимаете. Дополнительную информацию вы сможете найти у меня, у нас есть на сайте. Я расписываю там более подробно про разные описания каждого маркетинг-плана. Вы можете найти эту статью на нашем сайте. Я прям там подробно-подробно все плюсы и минусы расписываю. Переходим к следующему. Одноуровневый, линейный. Что это значит? Линейный или одноуровный маркетинг-план ограничивает глубину. То есть количество уровней у них маленькое. В разных компаниях по-разному. От трех до пяти линий. Дальше уже построение нерентабельное для человека, который начал строить эту структуру. Оно возможно, но нерентабельное. Сейчас объясню почему. То есть получается, здесь построение идет в первую линию, то есть в первую веточку. Многие мне задают вопрос, а вы солнышком строите или в глубину? Вот здесь, коллеги, конкретно солнышко. В нашей компании мы строим не солнышко, а мы делаем, знаете как, частично солнышко, а частично именно в глубину, для того, чтобы действительно были лидеры и чтобы мы могли подниматься по квалификации и получать более высокий доход. Вот здесь конкретно идет первая линия. И когда первая, вы строите только первую линию, и когда первая линия доходит, например, до третьего уровня или до пятого уровня построения, то лидер, который стоит у верхушки, он перестает получать доход от шестой или седьмой линии. Все, у него отрезается этот объем. В чем плюс этого одноуровневой линейной вот такой вот маркетинг-плана? Этот план зачастую рассматривается как наиболее простой из комиссионных планов. То есть вам не надо заморачиваться, вы просто всех людей приводите в первую линию и получаете доход за этот маркетинг-план. То есть многие просто, знаете, как у нас строят многие привилегированную структуру. То есть, когда только потребители. И здесь заморочек нет, и многим это просто. Какие здесь минусы в этом маркетинг-плане? Для чего я вам, коллеги, рассказываю? Как вы думаете, почему я вам рассказываю разновидности маркетинг-планов? Напишите одно слово. Как вы думаете, зачем? Напишите, хочу услышать вас, увидеть. Если услышать, не услышу, хотя бы увижу. Как вы думаете, почему я вам рассказываю разновидности? Вижу, что пишете. Как приятно видеть сейчас, что когда люди пишут. Умница, Танюша, правильно. Потому что когда вы будете говорить с другим сетевиком, зададите этот вопрос, какой именно у него, какой маркетинг-план, тогда вам проще будет акцент делать на наших преимуществах, чтобы его пригласить в нашу компанию. Это первый момент. Второй момент. Вы будете четко понимать, в чем мы отличаемся и в чем ему будут плюсы, если он перейдет в нашу компанию. Чтобы лучше представлять преимущество Фаберлик. Спасибо большое. У нас написал Армен. Спасибо, Армен. Я потом напишу вам это в WhatsApp. Итак, какой минус в этом разновидности этого маркетинг-плана? Комиссионные выплачиваются до ограниченной глубины, я вам сказала. И большой доход это за счет постоянного привода людей в первую линию. То есть если у нас, как его, в ступенчатом, мы находим лидеров и обучаем их, чтобы они находили точно так же лидеров и других людей, и получается, что мы, они дублицируют нас, повторяют, и у нас происходит, нам более проще происходит, нам легче становится, нам не приходится, даже если мы работаем с глубиной, там, например, советами, как вот я делаю, как наши лидеры делают, в командное взаимодействие, если мы помогаем даже глубине, где-то там и второму, и третьему, и пятому, и десятому поколению, но мы больше работает все-таки лидер, и привод больше акцент стоит на лидере. И вот для этого маркетинг-плана это минус, потому что, знаете, как я бы назвала, что это постоянные крысиные бега, то есть нужно постоянно-постоянно пополнять первую линию, потому что если это более потребительская структура, то не все будут строить именно глубину, и для того, чтобы получать, чтобы нужно только пополнение солнышка. Если это понятно, поставьте, пожалуйста, плюсики, я буду переходить к следующему. Понятно? Отлично! Спасибо вам большое, коллеги! Матричный план. Очень много и долго я искала плюсы этого плана, честно скажу, но не нашла я плюсов его. Поэтому, простите, коллеги, плюсов не скажу. Матричный маркетинг-план. План ограничивает вашу группу определенной конфигурацией. Разве что, знаете как, какой плюс этого маркетинг-плана? Это когда люди не хотят долгосрочных взаимоотношений с компанией, когда они приходят со своей командой заработать быстрые деньги, быстро-быстро это делают, срубают, как говорится, свой доход и уходят в следующую команду. Ну, простите меня за такую фамильярность, я это называю сетевой проституцией, потому что есть такие команды, знаю лидеров таких команд, которые уже прошли по всем, по-моему, сетевым компаниям, и очень многие люди брошены. Ну да, простите, но правда, по-другому назвать никак, как Санта-Барбара. Итак, что же здесь, в этом матричном, здесь получается? Построение идет 2 на 2, потом дальше объясню, картинка у меня есть, или 3 на 3, или 4 на 7, или 5 на 7. Какие минусы в этом матричном плане? Смотрите, первое. Матричные планы имеют максимально ограниченную глубину и ширину. Давайте я перейду на следующий слайд, потом вернусь сюда. Смотрите, если в матричном плане, например, лидер может привести только, помните, я вам говорила, или 2,2, то есть 3 в ширину и 3 в глубину. Все, он больше не имеет права строить структуры здесь. Или 4 в ширину и 7 в глубину. Все, он больше не имеет права. И для того, чтобы оставаться в этом компании, чтобы остаться и все-таки еще дальше получать доход, все-таки чтобы он увеличивался, они прокупают места, вот, например, или в третьем уровне, уже в четвертом, или в восьмом, и начинают то же самое делать. Так вот, давайте перейдем на предыдущий слайд. Может спонсировать лишь 2, или 3, или 4, или 5 человек на своем первом уровне и получать вознаграждение за объем, обеспеченный только этими уровнями дистрибьюторов. И при заполнении первого уровня, то есть вот как только он это сделал, ему приходится прокупать глубину. Что же происходит? Происходит, что когда в матричном он получает денежный доход, он практически его начинает вкладывать в новые места. Потому что здесь... Спасибо, Екатерина, но это правда. И есть такие компании, которые это делают. Коллеги, прошу прощения, секундочку, извините. Кто-то вдруг неожиданно ко мне ночью пришел. Сейчас. Отключила звук, потому что ночных гостей я не принимаю. Итак, вот смотрите, что там происходит. Там происходит такая ситуация. Почему люди прокупаются? Объясню. У меня есть знакомая, которая в таком матричном маркетинг-плане. Им выдают зарплату, ну то есть объемную скидку, именно контрактами. И эти контракты, чтобы им их продать, чтобы обналичить деньги, их нужно зарегистрировать. А все эти контракты, они платные. Они стоят определенную сумму. И для того, чтобы эти контракты, ну обналичить деньги, им приходится прокупать. И получается круговорот. Кругооборот. Но многие не понимают этого и говорят, да вы не понимаете, я столько зарабатываю. И у меня как-то так была ситуация, когда меня научили рассчитывать маркетинг-планы, когда я с матричным разговаривала, я столкнулась, что люди не понимают. Они не понимают, знаете, какого момента. Они говорят, да видите, какие у меня чеки. Я задала вопрос, хорошо, а сколько денег вы на руки получаете? Они говорят, ну вот, вот столько и получаю. Я говорю, ну вот, заканчивается период. Вот он закончился. Или закончился месяц. В какое время вы получаете доход? И человек начинает плутать сетевик, потому что он не знает, что ответить. Потому что он получает, может быть, и на следующий день, или в течение недели. Но именно получает контракты, которые нужно обналичить. Это, соответственно, нужно, раз у них ограничения, прокупить глубину, выстроить туда. И получается, что многие из своих близких туда подписывают, и по несколько уровней таких имеют. Знаете, как крысиные бега натуральные. И в конечном итоге уже потом, уже, ну, невозможно. У нас этого нет. Чем хорош именно ступенчатый план. И конкретно компания Фаберлик, вы можете, не то, что вы должны говорить, вы с ума сошли, что вы это делаете. Ни в коем случае. Корректно, пожалуйста. Корректно, потому что люди не виноваты, они выбрали это. И многие, может быть, готовы сейчас перейти, но им нужно показать преимущество именно ступенчатого. Преимущество, вот у нас Фаберлик, когда заканчивается период, то три недели, все консультанты уже в понедельник на своем личном счету видят объемную скидку и могут списывать через заказы. И лидеры, которые достигают уже полутора тысяч баллов, они могут заключить договор с компанией и уже в четверг или в пятницу к нам приходят на расчетный счет уже конкретные деньги. То есть, которые мы можем снять, которые мы можем потратить и которые мы можем инвестировать или вложить туда, куда мы хотим. И нам не нужно прокупать какие-то места в глубине. Поэтому вот этот момент нужно понимать. Все ли понятно? Если да, поставьте плюсики, пожалуйста. Поставьте. Понятно, отлично. Многие путают матричный план с бинарным. Бинарный план немножечко он другой. И очень многие сетевые компании работают именно по бинарному плану. Бинарный компенсационный его еще называют маркетинг-план. Он позволяет дистрибьюторам размещать на первой линии только двоих человек. То есть, бинарный план всегда только два человека. Если три, это вероятнее всего уже матричный. И именно построение идет два по два. То есть, вы приглашаете двух людей. Эти двое людей могут пригласить только двух людей. И пошла такая ситуация дальше в глубину. Размещаются под первую линию. Какие минусы бинарного плана? Есть плюсы. Я их не написала, я скажу. Знаете, какой плюс? Во-первых, привлечение определенных людей, которые приходят и говорят, ой, всего два человека надо привезти, это круто. Мне это легко, я это запросто сделаю. И многие люди думают, что если они двух людей приведут, то они будут получать очень большой доход. Потому что, ну, тут выплаты очень высокие. Но. Есть большое но. Когда вы выстраиваете бинар, когда есть сетевая компания, работает по бинарному плану, то есть и минусы. Большую степень богатеет компания сама. И немногие дистрибьюторы, которые зарабатывают. Объясню потом, чуть позже, там картинка у меня есть. Но есть здесь и очень большой минус. Обучение и управление в такой структуре невозможно. Потому что, ну, знаете как, люди, они точно так же входят в организацию в глубину, чтобы прокупить в глубине определенный ресурс, чтобы побольше зарабатывать. Потому что есть определенные ограничения. И вот, вот эта система, она разрушает саму организацию. Потому что, ну, невозможно организовать людей, когда не понимаешь, кто стоит в лидерском корпусе. Кто из людей действительно отвечает за своих людей. Вот, например, когда ко мне в команду приходят люди, я говорю, я в ответе за тех, кого приручила. И если я что-то неправильно сделала, это мне должно быть стыдно, и мне на самом деле стыдно, если я что-то не доделала. Вот в системе бинара, там немножко другая система. Там привод, 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 привод. И получается, получение идет по определенному плану. Смотрите, как здесь это происходит. Там есть определенный, ну, вот в маркетинг плане бинар есть определенные процентовки. То есть, там две ветки. И в некоторых компаниях есть, первая ветка должна делать всегда 35, а вторая всегда 65. Если, не дай бог, одна из веток сделает 45 процентов оборота, значит, грош цена этому моменту, значит, не получит ни один из этих людей. Если, например, общий оборот, одна ветка сделает 65 процентов, а вторая сделает только 25, то они получат доход только за ветку, которая выполнила 65 процентов оборота. Или, например, вот еще бывают такие бинары 50 на 50, или 70 на 30. Даша мне показывает. Даша, что ты мне показываешь? Или это там твои деточки показывают? Это условия компании, да. Есть конкретные условия компании, и они прям четко проговариваются. Во-первых, бинарный план. Во-вторых, сразу же говорится про процентовку в двух ветках. И вот если, предположим, какая-то одна из веток не дотягивает, например, предположим, одна 65, а другая не дотягивает до 35, вот в этом случае лидер начинает прокупать места в глубине, чтобы подтянуть эту ветку, чтобы ее все-таки по обороту дотянуть до 35 процентов, чтобы получить полный бонус. И он говорит, я получаю полные бонусы. А я ему задаю вопрос. Отлично. Скажите, а сколько вы вложили денег в прокупку следующего уровня? Сколько вы вложили? И вычтите из полного бонуса, который вы получили. Потому что у вас получается здесь не полная выплата денег. А это условия компании. Тут вот просто именно в системе бинара есть конкретная процентовка. Вот и разные компании ставят разную процентовку. Я просто в одной компании видела 35 на 65, в другой я видела 50 на 50, а в третьей я видела 70 на 30. Это просто условия компании. Помните, как я вам говорила, что в каждой компании есть определенные условия работы, и вы обязаны это выполнять. И вот здесь вот ситуация действительно критичная, потому что для того, чтобы получать полные бонусы, очень часто приходится прокупать вниз определенные места. Они так и говорят, купила места. Если здесь все понятно, поставьте плюсики, я буду переходить к следующему. Если понятно, коллеги, поставьте плюсики. Отлично. Спасибо большое. Смотрите, если что-то вам будет непонятно, вы всегда сможете задать мне вопрос в личку в скайп-чате, или написать где-то в контакте, соединиться со мной и задать. Но второй момент, я говорю, мы все-таки, как мы планировали в гугл доке, мы сделаем ссылочки, или вы можете зайти на наш проектный сайт обучающий, там прям сделать, написать в поисковике сравнительная характеристика маркетинг-планов. Там прям большая, огромная статья по всем этим вот моментам, по всем, по всем, специально показывала. Анастасия, знаете как, я сейчас не буду произносить примеры компаний, немножко некорректно это будет. Лучше потом вы его задайте мне в личку, я вам отвечу. Хорошо? Не совсем хотела бы. Понимаете, вот я все время говорила, что к компаниям нужно относиться лояльно, относиться с уважением, если я понимаю, что ступенчатый это больше плюсов, чем минусов, то я произнесла эти компании, которые работают по этому маркетинг-плану. Здесь я вам говорю тонкости минусов, которые могут принести, ну, некомфорт тем людям, вдруг у нас кто-то находится из людей из другой компании, которые пришли именно с такого, поэтому не хочу, но вот это условие такое есть. Хотя, спасибо за вопрос. Давайте посмотрим следующий маркетинг-план. Одноуровневый, линейный. Так, подождите, опс, что-то мне не так неправильно пролисталось. А, вот, комбинированный, его еще называют гибридный. Именно такие маркетинг-планы используют компании, не умеющие реального продукта вообще, либо предлагающие то, что можно найти бесплатно или по цене гораздо ниже. Была такая компания, я не помню ее название, они продавали картины через интернет. Мой директор в моей структуре, первый, самый, который у меня вырос в короткие сроки, ну, по определенной причине ушла в такую компанию. Переманили ее. Влупила 12 тысяч рублей, на тот момент это были неимоверные деньги, пролетела по полной программе, вернулась обратно. Потому что на самом деле вкладываешь деньги непонятно во что. Здесь всегда очень дорогой вход. Обычно делают мотивацию такую, внесите 300 долларов, ну, там не 300, может быть больше, и ничего делать не надо, через год будешь получать миллионы. Очень часто вот такие скрытые денежные пирамиды есть, и нам говорят, да вы не понимаете, можно получать миллионы, да вы получаете, ну, есть такие сетевики, которые начнут на вас давить и говорить, да вы какие-то мне копейки говорите, на самом деле можно получить намного больше. И когда я задаю вопрос, а какой у вас маркетинг-план, и когда мне его называют, я понимаю, о чем говорит человек. Я уважаю его выбор, но я понимаю, о чем я могу с ним говорить, потому что именно в этих таких маркетинг-планах игра на обычных человеческих слабостях, жадности и лени. Это на самом деле. И здесь вложения средств обязательные, и не всегда вот есть возврат этих средств. Я в самом начале своей познавания MLM-индустрии попала в денежную пирамиду, загорелась, на последние деньги купила сертификат на полторы тысячи рублей, влетела по полной, потому что такие компании не держатся долго, они в городе приезжают как ветер, причем снимают очень дорогие офисы, одеваются в очень дорогую одежду. Это обязательно правило компании. Быть с иголочкой, чтобы от него воняло деньгами. Ставят только столы, деловые разговоры и все остальное. А через какое-то время, когда собраны деньги, они просто быстро исчезают. У нас, кстати, где у нас агентский пункт, у меня представительство есть в бизнес-центре, такая компания была, я даже не знаю название, они быстро прилетели, были такие, ходили, я говорю, ничего себе, на таких машинах ездят, в таких костюмах, думаю, у-у-у, ничего себе, они зарабатывают. Ну, их хватило буквально на две недели. За две недели они очень хорошую сумму, туда ходили бабушки, покупали эти сертификаты, их убеждали, что все будет круто, что вы будете получать большие доходы. Золотая корона, по-моему, была такая компания, сейчас ее нет. Здравствуйте, Ольга, очень рада вас видеть. Вы, наверное, слышали о таких компаниях, я не буду произносить, многие ухо уже нету в помине, но вот эти компании действительно быстро срубают деньги и быстро уходят. Там получает человек, который стоит у верхушки, или который, например, во втором или в третьем поколении. То есть он получает на самом деле, и даже некоторые, которые в глубине получают какие-то небольшие проценты, и радуются, говорят, скоро мы получим намного больше. Вот я такая попала, когда я была практически предпоследняя, дурочка, спирюлочка, по-другому сказать не могу, и после этого очень долго боялась сетевые компании. И многие, почему к вам, почему многие люди боятся идти в сетевой? Потому что они наткнулись именно вот на такие комбинированные гибридные маркетинг-планы, которых убеждают, что все будет просто замечтательно, по-другому сказать никак. Если понятно, поставьте плюсик, я перейду к следующему этапу. Коллеги, понятно? Отлично, спасибо большое. Но вы все равно уважаете каждого сетевика, который в этой компании, это его выбор, но вы знаете, о чем можно говорить аккуратно. Вы не говорите, что минус в вашей компании именно этот. Ни в коем случае уважайте этого человека. Вы скажи, вот вы понимаете, что там есть минус. И тогда вы не говорите о минусах, а вы говорите, вы знаете, а у нас есть вот это. И человек просто сам будет понимать, скажет, ничего себе, у них это есть, а у нас этого нету. И вот именно вы говорите на выгодах, то есть всегда приветствуете общение выиграл, выиграл. Когда вы общаетесь с сетевиком, важно, чтобы ваш оппонент выиграл в сотрудничестве с вами, а не просто лишь бы его заманить. Потому что если вы заманите с сетевика хитрым моментом, и он зайдет к вам в структуру, к вам в команду, в нашу компанию, и он не получит того, чего он хотел, то очень плохая слава будет везде и всюду по поводу Фаберлик. Но на самом деле здесь дело не Фаберлик, а в вашей некомпетентности. Поэтому очень важно проговорить все преимущества компании нашей. И мы сейчас с вами поговорим о том, что нужно делать. Субтитры подогнал «Симон»